Девушки отдыхают Доброе утро! В эфире «Мы не такие» в студии Виктор Набутов, ведущий, генеральный продюсер радиостанции Илья Андреев, выпускник Казанского федерального университета, и я, Лиса Аникушина, выпускница журфака МГУ. И это все рабы серебряного дождя, ребята, которые здесь трудятся, не прокладая рук. Здравствуйте, дорогие друзья, здрасте. Верные пчелки. Мы не такие, напомню, это программа о разнице поколений, мы говорим о том, насколько 20-летние отличаются, а, возможно, в чем и похожи с 40-летними. Сегодня Виктор будет презентовать как раз-таки точку зрения 40-летних, правильно? Ну, это, в общем, достаточно разумно, ребят. Я могу, конечно, за 20-летних топить. Да, Виктор, меняемся ролями. Кстати, так иногда и получается, в итоге мы иногда меняемся точками зрения. Сегодня у нас тема «Кому больше свойственны вещизм и сверхпотребление?» Почему вообще выбрали такую тему, хотелось немного рассказать. Дело в том, что, мне кажется, мы 20-летние и достаточно часто слышим от старшего поколения, что вот, потребители, вы только и можете что, потреблять, дурное поколение и так далее, и так далее. И хотелось сегодня как-то раскрыть эту тему, и мне кажется, что, возможно, потребители — это не мы, а вы. Это вполне возможно. У нас совершенно не обязательно конфликтные будут истории в первые полчаса. Во вторые полчаса традиционно мои молодые коллеги знакомят нас с жизнью, трендами, интересами, какими-то языком поколения 20-летних, которых называют «центинеалы». Они же поколения Z, то есть родившиеся вперед с 2002 по 2009 год. Вот я представляю поколение иксов по классической, так сказать, поколенческой теории, то есть людей с 61 по 81 год рождения. Понятно, что эти границы очень условные. Они иногда могут залезать. Не обязательно, что вот вы 2001 года, вы еще миллениалы. Нет, вы скорее «центинеалы». Да, вот мы в том числе и какому поколению, что свойственно, сегодня решили поговорить о любви к потреблению. Кто из нас больше любит потреблять? Это правда? Плюс 7903-7976-333, номер для ваших фоцап-сообщений. Пишите нам, комментируйте, так сказать, ваши симпатии на чьей стороне, старых типа меня или молодых вот красивых ребят. Ильюша рядом сидит, молчит. Он вчера принял участие в проекте «Давай поженимся». Не вчера, раньше. А, ну не вчера, но не совсем недавно. Вы решили, Виктор, про это поговорить. Я думал, как ты вляпался в это даже не иксовское, а из-за бэйби-бумерское вообще шоу. Лиса могла нас представить как участников шоу «Давай поженимся». Виктор Кириллович, который участник... Я тоже участник. Если там, я не ошибаюсь, 2008 года и 2012. Какого? Махматова, я не помню уже. Участник 2023. Александр Кирсанов так сразу заулыбался. Да, коллеги, во-первых, не только звонить, не только писать нашу прямую трансляцию в Ютубе, если вы хотите увидеть наши лица. Всех тех, кто это озвучивает. Ну и телеграм-канал «Серебряного дождя». Там, как всегда, опрос, на чьей стороне вы. Кто же все-таки про сверхпотребление и про вещизм? Наше поколение 20-летних или все-таки 40-летних? Потому что я считаю, что про употребление все-таки поколение ваше, Виктор. Вы, те люди, которые в 90-х начали сверхпотреблять и вся эта лакшери-продукция, ради того, чтобы доказать людям, что вот мы крутые, чтобы... Давайте упростим, давайте начнем так. Мне очень интересно, что думает наша аудитория. Она очень разновозрастная, хотя у нас ядро где-то 30-35. Сказали, люди чуть ближе ко мне, чем к вам. Тем не менее, есть и молодежь, есть полно народу постарше меня и так далее. Вот как вы смотрите на всю эту ситуацию. Давайте так, вот о чем вы, что вы мечтаете купить сейчас? Ну, кроме трусов и чашки купить. Поездку в санаторий, чтобы... Я на самом деле не шучу. Есть какие-то идеи, чем вы интересуетесь, присматриваете, как-то все к этому деньги откладываете, я не знаю, может быть. Есть скорее какая-то дальняя цель, то есть те, которые сейчас возникают, это больше бытовые. Кстати, нет, даже не квартира, а как такая маленькая, ну как-то первая большая цель, но маленькая в этом спектре целей, это как раз машина. Так, автомобиль. Илья. Я бы все-таки сказал, что телефон, тут новая версия, которая вышла, потому что у меня это в силу профессии, у меня каждый день там по 12-15 часов в смартфоне, поэтому мне чисто по профессии нужно приобрести это, это у меня как бы вот номер один. Наушники хорошие, новые и смартфон. То есть какие-то электронные гаджеты? Да, материальные электронные гаджеты. Мне было 20 лет в 98-м году, я также мечтал об автомобиле, импортном, желательно немецком, потому что ездил на шестерке Жигулей в тот момент, и я мечтал о мобильном телефоне, это была Nokia 3210, и на первые деньги я ее себе приобрел, как сейчас помню. То есть смотрите, у нас с вами как много общего, хотя на самом деле есть ученые, которые серьезно занимаются поколеническими теориями и маркетингом, которые на нем, на базе этого выстраиваются, они считают, что есть определенная вот четко фиксируемая разница в приоритетах между нами и вами. Скоро вернемся. Мы не такие. Нет, это мы не такие. Мы не такие. Не такие мы. Мы не такие. 20-40. А какие вы? Мы не такие. Ну, правда ли это? Ну, правда ли это, да. Тема, на самом деле, мне кажется, мы вот сейчас даже в ходе обсуждения пришли к тому, что неоднозначная, да, то есть нету такой четкого, нету четкого распределения по позициям. Ну, совершенно не факт, а нам к нему придем. Потом в каждом из наших поколений обязательно, что все одинаковые, тут как раз огромное количество исключений, бывают сорокалетние, которые ведут себя как двадцатилетние, двадцатилетние как сорокалетние. Это связано, там, не знаю, с тем, откуда ты произошел, например. Насколько у тебя было, да, если ты вырос, ну, давай, я могу сказать так, что для, может быть, для людей нашего поколения там приобретение недвижимости в раннем возрасте было более актуальным, то есть какие-то большие покупки, чем для вас. Потому что вы выросли, у вас уже родители, условно говоря, могли купить побольше квартиру, потому что рынок давно жилья существует, у вас там своя комната и так далее. У большинства представителей моего поколения, они вообще в коммуналках выросли, своей комнаты не было, и в двадцать лет была либо съехать, либо максимально быстро, как и появилось первое возможность, войти в это ипотечное рабство. Я знаю огромное количество таких знакомых, кто до сих пор выплачивает ипотеку, взятую 20 лет назад. Автомобиль. У нас не было шеринга, у нас и аренды-то прилично не было, не было вариантов, не было, не знаю, электросамокатов, чтобы ездить от метро до работы, как вот средство локальной мобильности. Соответственно, автомобиль, это был, ну, номер один в приорите сразу, как только первые деньги, ты должен был купить какую-то тачку. И это был признак статуса еще. Пускай это был старый 190-го кузова Mercedes, ну, мужики, наверное, помнят, 124-й, 140-й, 190-й были маленькие такие самые. У меня приятеля купил, ему был 21 год, юрист, ну, это башню сносить. А у вас что? Машина, да, она может, хочешь, Феррари в шеринг взял, да поездил, чтобы девчонку... Нет, и при этом можно гораздо опыта больше получить, потому что мы можем менять, пробовать разные машины. Абсолютно. Так вот, наше поколение, оно больше про опыт. Если ваше про сверхпотребление вы сказали про статус, про покупку автомобилей, то мы, будучи в социальных сетях, мы про то, чтобы получать эту пользовательскую оценку и показывать свой статус внутри уже, как бы, той новой реальности, цифровой реальности. Именно так. И поэтому мы потребляем больше контент. Вы потребляете впечатление. Мы потребляем впечатление, и мы больше про услуги. Если вы про то, чтобы такое показательное, демонстративное потребление, ваше поколение, наше же поколение, про то, чтобы не засоряя экологию... Это очень важный момент, ты, кстати говоря, отметил. Это еще, у меня даже есть, как-то это есть правильное название, вот влияние к экологичности, к зелености тех или иных продуктов или товаров. Это тоже вот свойство нового поколения. Переработать, сделано ли оно из переработанных материалов или нет, это как бы ответственность за окружающий мир. В нашем поколении такого не было, ну, даже никто не думал. Какая разница, как мусор выбрасывать, надо ли брать пакеты в полиэтиленовый магазин. Да упаси Господь, 20 штук люди берут. А если мы говорим про переработку материалов, например, там, не знаю, каком-нибудь худи из микс, не знаю, там, пакетов, еще чего-то там. То есть для тебя это важно? При прочих равных условиях? Я бы не сказала, что прям важно, но, по крайней мере, такие вещи меня как будто больше заинтересовывают априори. То есть еще на входе, если я сравниваю две вещи, я понимаю, что там одна свежеизготовленная, да, другая, она из переработанных материалов, мне просто будет интереснее потрогать ту, которая из переработанных материалов. Вот здесь не справа. Потому что все остальное, ну, как, оно понятно, это неинтересно. А вот эти вещи, они привлекают даже не столько, возможно, осознанным потреблением, там, или сохранением экологии, а просто тем, что это что-то новое, что-то необычное. И, возможно, люди со стороны... Тоже постоянный новый опыт. Да, да. Давайте я спрошу так. Проехаться, я не знаю, путешествовать по Азии или обшить вагонкой дачу? Кстати, для меня, как бы странно это не звучало, но обшить вагонкой дачу. Но я исключительно про путешествия по Азию, потому что наше поколение, если мы говорим про вот именно то поколение наше новое, 20-летних, то здесь и тема экологии, она зачастую... То есть тут и пиар, и реклама, и все те новые бренды, они переориентированы на новых потребителей, на новую реальность цифровую, поэтому тема экологии максимальна, потому что появляются волонтерские движения. То, что вы натворили в 90-х и 2000-х годах, мы должны как-то с этим дальше жить, вам-то дальше, ну, ехать на дачу и обшивать ее вагонкой, а нам нужно с этим дальше продолжать как-то наших детей в этом, во всем, в этой реальности новой, с этими экологическими проблемами, которые после тех автомобилей, которые вы купили в 90-х, 2000-х... Ну ладно, ты не натягиваешься на глобус, они до сих пор продаются, но мысль твоя понятна. Могу еще вот это зачитать. Ради бога. Отбери у 20-летних возможность приобретать товары, они провалятся в депрессию, потеряв ориентиры в жизни, так как их стремление и есть демонстрация приобретенного, выраженного материального. Я хочу поспорить, я поэтому и прочитала этот аргумент против нас, потому что, например, в 2020 году, когда была пандемия, я обнаружила, ну, как-то разбирая какие-то завалы, было много времени, освободилось, и я обнаружила, что у меня есть огромное количество флакончиков всяких шампуней, кондиционеров из отелей, то есть я там, ну, накопила какое-то число, они у меня до сих пор не закончили. Да я тоже перью не беру. Нет, это я не к этому. Я к тому, что я, например, приняла для себя такое решение, что вот пока эти флакончики не закончатся, я себе новое покупать не буду, или, по крайней мере, буду себя сдерживать. Ну, потому что стало очевидно, во-первых, что вряд ли там в ближайшее какое-то обозримом будущем я буду супер много путешествовать, соответственно, вряд ли у меня будут какие-то новые флакончики, и, ну, зачем ждать, непонятно, зачем они нужны, просто вот стоять, находиться? Нет, конечно. Поэтому в этом плане, да, я хотела защитить. Принято. Защитить нашу сторону. Мысль понят. Лиз, прочитай, может быть, кто-то из слушателей в поддержку еще наших... Ребят, спасибо большое, что вы активно пишете. Сейчас мы сегодня друг другом не ругаемся, не воюем, мы просто пытаемся понять, что какому поколению свойственно в части потребления. Мне казалось, что наше поколение, 40-летних, ну, плюс-минус 35 до 55, так как мы выросли в советские времена, помним прекрасное время, когда ничего не было, ну, там, сантехнику нельзя было купить, не знаю, автомобиль по... 10 лет ждали там по письму, я помню это прекрасно. Все прекрасно. Туалетной бумаги не было. Я даже не про начало, не про 90-й год. Вот в целом ничего не было, отдельных квартир не было, кооперативные появлялись, ну, мало было всего. И, конечно, когда открылся мир, хлынули товары, сумасшедшее потребительское разнообразие, все начали вот это, котлы там на руку, статусные вещи там, костюмы только с Севил Роуд, у кого позволял там это, это, то, сё, пятое, десятое, дворцы по 5000 метров. У меня несколько знакомых, у них по 4000 метров. Дома там на Николиной горе, на... в горках каких-нибудь стоят и так далее. Они не знают, куда от них деться. Более того, половина из них в предбанкротном состоянии сейчас. А у них 30-40 человек прислуги должны, только чтобы убираться. Они не были в половине комнат в своих домах. Зачем Олимпийский бассейн дома строить? Ну, я про богатых людей говорю. Причем это все еще безвкусно построено. Это все омерзительно, но это все естественно. У 20-летних это вызывает, ну, мягко, уже нескрываемую иронию, сарказм. Возможно. Вместо того, чтобы потратить на что-то полезное для других. Вот вы заговорили про волонтерство, кстати. Понятие волонтерства существовало для людей моего поколения. Ну, ты иди убеди кого-нибудь из моих знакомых. Давай-ка, старик, по волонтерим там, пойдем, двор уберем там свой, например, в Петербурге. Или, я не знаю, поможем в какой-нибудь полезной там акции, которую проводит город, потратим свое время. Да упаси Господь, мне скажут, ты что, больной? Я лучше на дачу поеду, опять ту же вагонку там прибью. Или, я не знаю, где-то под халтурю. Денег за колбаш. Вот это общественное благо для людей нашего поколения, это фактически, ну, отсутствующее понятие. Об этом я могу говорить. Как бы я уверен, что это черта поколения. У нас этого не было практически ни у кого. Вы, ты, вы заговорили про экологичность товаров, это все равно забота об общем благе, глобальное потепление, раздельный сбор мусора, батарейки. То это вы уделяете много внимания этому. У нас половины понятий-то не существовало. У нас еще есть такая подрубрика совет от Набутова, а я хотела допустить... К черту. Нет, нет. Что я могу вам посоветовать? Виктор, а я как раз не хотела сейчас у вас спрашивать совет. Не надо. Я хотела, наоборот, сама позвольте себе дать совет. То, что сделали со мной родители, вот. Они сделали тебя, во-первых. Ну, это понятно, да. Спасибо им за это. Я сейчас о другом. Я сейчас о том, что если есть среди наших слушателей какие-нибудь родители, которых раздражают их дети, которые, не знаю, слишком увлечены, возможно, потреблением, там, зациклены на каких-то товарах, я хочу сказать, что есть очень простой способ, как это остановить. Просто перестать финансировать вашего ребенка, дать ему больше свободы и больше, как бы, возможности принимать самостоятельные решения, но самостоятельные решения еще и так, что, короче, я бы так сказала, отрывать его от легкой возможности доступности товаров. Принято. И, ну, вот я, правда, на своем опыте это ощутила. Это такой контраст создает. Это уникальный опыт, потому что... Создать условия пожестче. Да, чуть пожестче. Не обязательно супер жестко, потому что тоже может быть плохо, да, то есть сильный контраст, он тоже может, особенно у нашего, мне кажется, поколения, сильный контраст вызывает, возможно, большую тревогу, там, и так далее. В общем, легкий контраст, и все. Я, кстати говоря, вот представителям нашего поколения вы говорите о финансировании со стороны родителей, которые оплачивают ваши, там, от поездок до учебы, т-т-т, ваши сорокалетние родители, которые тянут еще, между прочим, там, какие-нибудь ипотеки, кредиты, многие из них, во всяком случае, то есть они еще и должны вам давать, там, карманные деньги, и делать это, кстати, до 30 лет, потому что вы будете учиться, новые навыки, т-т-т. У нас такой проблемы, кстати, не стояло, я с 18 лет, мне отец, мне отец вообще в своей жизни деньги дал один раз, и до сих пор мне это вспоминает, но это уже было в куда более позднем возрасте, сумма настолько незначительная, что говорить не хочется, там, несколько тысяч долларов, скажем так, в бизнесе я у него занимал. С 18 лет я существовал абсолютно без денег родителей вообще, где их не было физически, у отца другая семья, мама, не было возможности, а с 20 лет я уже содержал маму, и это, и это было абсолютно нормально, 90-е, середина 90-е, голодное время, трудное, не потому что я такой крутой, потому что такая была ситуация, и это дисциплинировало, но это воспитывало и вещизм, хотелось заработать, купить, маме купить машину, себе купить машину, т-т-т, вы знаете, сейчас мама не знает, как ее обслуживать, т-т-т, я должен обслуживать, целое, короче говоря, у нас немного даже другая проблема, нам иногда ничего не хочется. Вам ничего не хочется, вот удивительно, дай петуню, это точно, сколько они, значит, откуда вот тема с психологами, да, мы ее затрагивали в одном из сплошных эфиров, они страдают, потому что не знают, что хотеть. Это большая проблема у нас. А потому что много всего, Виктор Кириллович, очень много всего. Очень много всего. Можно я бы зачитаю, я специально подготовил тут пару интересных выкладок, как раз из потребления, согласно поколенческой теории. Смотрите, быстро. Иксы, то есть мы, 61-81 год. Поколение, родившееся во время спада рождаемости, застало перестройку, переход к рыночной экономике, все это повлияло на личности в формировании иксов, их принято считать самостоятельными, готовыми к переменам и озабоченными настоящим. Во время их взрослой жизни появился интернет и супермаркет, и поэтому они предпочитают возможность взять все и сразу в одном месте, чтобы сберечь время. Они с интересом пробуют новинки и ценят возможность выбора, потому что в то время, когда они росли, все выглядело одинаково, идентично, да и не было ничего. Чтобы поддержать лояльность клиентов поколения икс, нужно постоянно оставаться в пределах видимости, использовать баннеры, контекст, имейл-рассылки и так далее. В список расходов поколения икс в первую очередь входят продукты питания, обязательные платежи, одежда и обувь. Иксы достаточно рациональны в потреблении и к онлайн-шоппингу относятся соответствующие. Они не тратят время на онлайн-серфинг, потому что обычно уже знают, какой товар хотят купить. Исключением является бытовая техника мебели-гаджета. Также поколение икс редко пользуется подписками на сервисы и тратит свое медиа-время на телевидение. Ну, тут такая спорная. Зеты еще интереснее. Практически не совершают бытовые покупки, не платят за жилье и не оплачивают мобильную связь. Ну, не все, конечно, но многие. Значительная часть расходов у них приходится на развлечения, еду в кафе. Кстати говоря, для нас вообще кафе... Это было событие. Это их, во-первых, было очень мало. Никаких, я даже помню, как появлялись, это уже конец 90-х, первые сетевые кофейни. Это было, ну, не событие прям, но все равно. Как сейчас зашел тут на каждом углу. Да, я раскрою планы. Мы после эфира с Лисой уже там спланировали кофе, там дальше кафе. А мы ели дома. С собой брали иногда и так далее. Так, значит, поколение Z предпочитает себя не ограничивать в покупках. На их выбор во время шоппинга влияют комментарии в интернете. И при этом они сами чаще других поколений пишут отзывы на свои покупки. Они, как и предыдущее поколение, согласны, что собственное жилье и автомобиль являются символом успеха. В то же время, часть из них считает, что в данное время достаточно таких возможностей, как каршеринг или такси, поэтому необходимо в покупке машины становиться не такой явной. В списке покупок у Z на первом месте находятся электронные товары, спортивный инвентарь, мелкая бытовая техника. То, о чем ты говорил. Техон, наушники, какие-то приблуды и так далее. Также они очень часто, значительно больше, чем предыдущее поколение, пользуются всевозможными сервисами услуг. Поколение Z неравнодушны, то, о чем говорит Лиса. В то время, как они родились, уже остро стояли вопросы таяния ледников, крупных пожаров и борьбы с пластиком. Отсюда большая заинтересованность Z в эко-товарах. Им свойственны клиповое мышление. Также они великолепные творцы и предприниматели, но для своего поколения. В качестве инструментов при влечении внимания поколения Z рекомендуется использовать новинки на острие трендов и вовлечение в живую коммуникацию. Про живую коммуникацию. Это маркетологи, не я. Если что-то было полезным для вас. Скажу коротко про живую коммуникацию. Вот простой пример. Как медийщик с журналистским образованием, как трансформировалось даже телевидение. То есть, если раньше в советском телевидении мы смотрели установочно такая лекция с экранов, то сейчас новые медиа, это возможность тут же комментировать. Но вот сейчас у слушателей «Серебряного дождя» есть возможность написать нам по WhatsApp, написать комментарии в YouTube. И мы тут же их зачитаем. То есть люди хотят участвовать в информационном потоке, сами формировать этот информационный пусырь. Ну просто у тебя сейчас есть техническая возможность. У советских человек смотрел направленное телевидение или радио, где по программке передач в строго установленное время в одну сторону тебе вливали информацию. Это просто, ну, технологии изменились. Ну технологии изменились, но и запрос на это есть. — Сто процентов, конечно. Конечно. Но он есть и у нашего пока. Посмотрите, сколько нам пишут. Причем люди в основном моего поколения. Кстати, вы зачитайте. — Зачитайте? — А то вы все говорите, у нас есть возможность зачитать, но не читать. — Тут да, тут предлагают скинуться на бытову на самокат. Надо закрыть детские травмы. После ваших историй с тем, что вам дали 2000 долларов на ваш бизнес. — Я не говорил про две. Я сказал несколько. — Несколько? — Да, но несколько уже может быть и две. — Хорошо, 3000 долларов. — Так, в долг, под проценты. Я вот этого не забыл добавить. — Ну слушайте, ну я своему отцу тоже, и папу мне тоже давал деньги в долг. Мы друг другу... — Под проценты? — Ну нет, не под проценты. — Эти часы перед самой смертью продал мне мой отец. Помнишь, как два еврея сидят один другом? Он говорит, слушай, какие у тебя часы классные. Он говорит, слушай, это очень важная вещь в моей жизни. — Про волонтерство, да, я прям быстро расскажу. Или я тебе передам слово. — Да, я хотела зачитать просто комментарий в нашу защиту, что редко бывает. Представляю поколение за 50 и скажу, что мы ужасные вещисты, потребители, и нам всё мало. Это сужу по себе и друзьям. У меня много знакомых 20-летних, их вообще вещи не интересуют. Нет желания что-то покупать и довольствуются малым. — Очень хорошо. Очень точно спасибо, что написали. — Да, это прям в точку. — Про волонтерство. Я просто сижу и слушаю о том, что я как представитель молодого поколения, будучи там в 15-16 лет, такое обилие форумов и там целое волонтерское движение в Казани. У меня прям было вот желание участвовать. И это новая реальность. То есть мы там не ходим, гуляем, не знаю, там по паркам, а участвуем в волонтерской деятельности. — Это хорошо. Смотрите, ещё одно сообщение, и потом уйдём на рекламу, на новости. — Здравствуйте, как мне откликается ваша передача 2040. У меня сын только что закончил экономический факультет вышки, магистратуру в МГИМО, на серьёзные вузы. Работал несколько лет в крупной консалтинговой компании. Всё бросил. Занимается йогой, танцами, диджейнгом. Никакие материальные блага вообще не интересуют. Отмахивается от ипотеки. Вопрос карьеры не интересует. Ему 29. Ну, благо, видимо, мама берёт на себя часть вспоможения, но он выбирает интересность жизни против карьеры, неинтересной иногда работы и приобретения материальных благ. Вот и это. — Скоро вернёмся. — Мы скоро вернёмся на новости и вернёмся. Мы не такие. Продолжаем разговор о вещизме, сверхпотреблении. Правильно? Ну, как у его разницы в этом между нашими поколениями, между иксами, то есть до 81-го года рождения, к которому отношусь я, и сентениалами, 20-летними ребятами, к которым относятся Лиса и Илья, мои оппоненты иногда сегодня, думаю, что это не совсем так, коллеги и наши сотрудники «Серебряного дождя», молодые и талантливые выпускники Казани и Москвы. Вот. — В защиту, да? — Значит, ребят, смотрите, важный момент. Тут возникла история. Я всё время говорю «Мэм». Вот это классный интернет «Мэм». «Мэм-мэм». Так вот, выяснилось, я только сам это понял, что «Мэм» — это когда-то девушки обращали «Мэм». «Excuse me, мэм». Да. А когда-то никогда, ребята, старики, нельзя говорить «Мэм». Да, проговорим ещё раз. «Мэм». Если вы хотите, чтобы вас наше поколение обсуждало после того, как вы выйдете из аудитории или из комнаты, ещё несколько часов, не надо говорить «Мэм». Надо сказать «Мэм». 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 Мне всё это казалось, что это как компьютер, там вот это вот ужасное. Но «Мэм». Поясняется, что я не прав. Поясню здесь, да, если мы про мемы начали говорить, то это целая культура. Давайте завершим, это, наверное, попозже мы про это проговорим, но сейчас мы завершим то, о чём мы начали в первой части нашей программы. У тебя там было хорошее сообщение про музончик? Про музончик, да, про диджейство или? Про диджейство, нет. Поставьте музон. Поставьте музыку нашего поколения. Мы столкнулись с тем, что те, кто нас слушают сейчас в эфире, прозвучала композиция, которую подготовили не мы, а в эфирной трансляции «Серебряного дождя». Поэтому, Виктор Кириллович, что это такое, давайте решать. Мы подготовили музыку, но звучит не она. Это дискриминация. Ну, один трек, это дискриминация наших. Без скандалов, да. Слушайте, Виктор Кириллович, а в прошлый раз вы внутреннюю кухню нас обвиняли, между прочим. Это так мое. Дайте, пожалуйста, мы вас тоже пообвиняем. В общем, в подтверждение нашей позиции вот тут пишут, молодежь моя, 37, любит развлечения и магазины, а 27, ничего кроме «я занят» и сидение за ПК с пайками, с пайками, кстати, это я не знаю, это геймерская тема, из магазина не хотят. Ну, то есть, в общем, в нашу поддержку-то комментарий. Мы про секс заговорили сейчас, про покорение девушек. Я помню свои 20 и 25, на какие траты, на какие подвиги вообще мы шли для того, чтобы приехать к даме, завоевать, уложить там и так далее. Это сейчас что мне говорит молодежь? Я сомоляю. Во-первых, есть онлайн-знакомство, у тебя сразу десяток вариантов, если тебе это очень надо. А во-вторых, просто неинтересно, да? Ну, то есть, как-то так, да, Илюх? Вы поспокойнее к этому относитесь. Ну, ну, да. Вы сериальчик лучше посмотрите, хороший. Почему нет? Я как молодой человек как раз наоборот. Ну, а в целом? Сегодня в час ночи вернувшиеся домой после свидания. Так что нет, я как бы... В час дня должен был вернуться. В час дня, да. Вот и показатель. Да, это показатель. В нашу поддержку пишут, что да, мы ужасные накопители и вещисты. Признаю, сам родился в 90-м году, более молодое поколение реально проще относится к ситуации, даже завидую. Пишет нам Алексей. Вот смотрите, я с вашего позволения, чтобы закруглить первую часть нашей программы и перейти к познавательной части, где мы в целом рассказываем про то, чем живут 20-летние, что тут ребята сами будут заниматься этим. Я хотел бы прочитать кусочек из Екатерины Михайловны Шульман, по-моему, иностранного агента, я не помню. Иностранный агент. Признанный в Российской Федерации. Да, да, да. Но при этом замечательного ученого она пишет следующее. В обозримой исторической перспективе потребительский капитализм никого не выпустит из своих объятий. Представители разных поколений. Все потребляли, потребляют и стремятся к потреблению. Вопрос лишь к потреблению чего. Новое поколение направлено на получение впечатлений и услуг в значительно большей степени, чем на обладание предметами. Более того, их демонстративность тоже никуда не ушла. Она трансформировалась. Поколение, которое непрерывно снимает и фотографирует, ожидает отобрения по поводу любого своего шага, никогда не откажется от демонстративности. Но его демонстративность действительно другого типа. Поздние миллениалы или центиниалы, как мои коллеги, ценят приобретение опыта, получение впечатлений и отношения, то есть положительную реакцию окружающих. Глобальный переход с потребления товаров на потребление услуг в соответствии с экономическим законом Энгеля влечет за собой еще несколько важных трансформаций потребительского поведения. Кастомизацию, индивидуализацию, таргетирование, этическое потребительское поведение, экологичность и так далее. То есть нагружение потребления этическими факторами. Мы не просто хотим потреблять товар или даже услугу, нам важно, чтобы потребление делало нас лучше и развивало развитие. Слово-фетиш, которое мы слышим во всех опросах, интервью с молодым поколением. Вот, ребята, и живите теперь с этими знаниями. Совершеннейшая правда. Еще маленький комментарий зачитаю и закончим тогда, завершим уже. Мне 50-е, мне кажется, что новое поколение лучше нас. Им не вбивали в голову советский маразм, несмотря на многое хорошее, что было в СССР. Они не держатся за одно место работы, на них вся надежда. 100%. Юрий, спасибо. Да, я тоже обратил внимание. Сленг. Готовы, Виктор? Будем сейчас спрашивать. Может, песенку одну послушаем? Поставим одну? Да, ладно. Что вы подготовили нам? Так, поскольку пришлось выбрать один трек сегодня, это будет трек «Сол» «Позови меня с собой». То есть, смотрите, как это интересная история. Есть оригинал, вы его знаете, тоже иноагент у нас. И дальше этот оригинал перепели. И потом третий человек уже взял перепетый оригинал и замиксовал. Я ничего не понял. Давайте сейчас... Давайте слушать и понимать, Виктор Кирилл. Кто исполняет это в итоге? Ну, в итоге это Полина латиницей, а ремикс «Сол» автор. Ну, поехали. Почему такой выбор? Потому что у нас сегодня тема такая про потребление, потребление или перепотребление. Это русскоязычная музыка? И это как бы перепотребление, да. Ну, наши, наши. Мы обычно же русскоязычную музыку, ну, по традиции у нас ее мама практически нет. По традиции нет, но у нас программа нетрадиционная. Стоп, да. Определенно. Слово аккуратное. Мы не такие. Какие впечатления после... Заболтались мы. Зови меня с собой. Я запутался. Действительно, Алла Борисовна Пугачева уточни, она не является... Иноагентом, это моя ошибка, да. Хотя просил ее признать, но, так сказать, ей отказали. Только Максим Галкин, по-моему. Да, Максим Галкин, она агент. И трек, да, мы тут выяснили, что все-таки я все правильно сказала, что Алла Пугачева автор. Изначальные, да, песни. Что интересно, я заругал, ребята, говорят, что у меня, значит... Ремикс это скушно. Как бы старый фуфел, пускай замечательную композицию, но впаривайте, дайте мне что-нибудь новое, чего я не слышал никогда. А ребята мне в ответ разумно замечают, что ремикс это как раз тренд нашего поколения. Мы обожаем соединять треки, причем берем какие-то старые, соединяем их с самыми современными. И в этом для нас, возможно, даже какая-то культурная такая отдушина. То есть мы одновременно вроде как отдаем дань традиции и создаем на почве того, что всем знакомо, что, кстати, здорово объединяет еще поколения. То есть видите, как мы даже в этом настроены на союзничество. Есть другая точка зрения по этому поводу, что, дескать, новое поколение ничего серьезного не создает, а только переосмысляет, переделывает в соответствии с новыми техническими возможностями, в том числе возможностями потребления, онлайн-сервисами музыкальными, всем остальным, как бы все старое. Иногда это симпатично звучит, иногда не очень, но тем не менее, дескать, вы прожняковые. Жизнь у вас сладкая была, вы не способны ничего сгенерить радикального нового, как все поколения, которые вырастали в сложное время. Это точка, я с ней не согласен, но тем не менее, она весьма популярна. Ну, мне кажется, мы поколение каких-то вот концепций, я бы так сказала. То есть у нас, возможно, не столько создание нового, сколько придумывание концепций. Скоро вернемся. Мы не такие. Мы не такие. Мы не такие. Не такие мы. Мы не такие. 20-40. А какие вы? С 93-го года. По всей стране и за ее пределами. От Казахстана до Швейцарии. Чемпионы сервиса с олимпийскими чемпионами в тренерском составе. World Class. 30 лет фитнеса в России. WorldClass.ru Такие жизнь такая, говорили в 90-х годах. Мы обсуждаем мемы, тренды. Лиса сейчас играла Тоси Чайкина. Расскажи про песню. Тоси Чайкина почему-то никому не понравилась. Мне лично очень нравится эта композиция. Тоси Чайкина тоже в абсолютном восторге. Ну, возможно, просто не в ремиксе, потому что это сейчас был ремикс. Мне больше нравится. Оригинальный вариант. Пугачева или Снежный, как вы правильно нам замечаете, кто автор песни Пугачева и исполнитель. Это все-таки классика, качественно сделанная и осовремененная. А это просто современный трек, с которым миллион, они все друг на друга похожи. Пока в эфире сначала Тоси Чайкина, мы с зрителями нашими замечательными в YouTube-трансляции, наш словарь сленга нового поколения, два слова. Пытались понять значение прейзить и значение слова flame. Пишите в WhatsApp, что вы думаете. Наши, на самом деле, слушатели и зрители, которые в YouTube, они догадались, Виктор. Потому что они умнее, чем мы. Что такое прейзить, Саша? Александр Кирсанов. А flame, flame? Ваше предположение хотя бы на одно слово. Вообще никаких. Вообще никаких. Ну, Сань. Ну, тут просто, мне кажется, догадаться. Ну, flame, ты правильно сказал, подгорачь и что-то такое. Да. Типа подгорает. Да, ну, тренд на... Когда-то были в 19 веке французский язык. У нас нашего поколения английский. Понятно, что вот эти два слова, они исходят от английского языка. Я вот на выходных смотрел Барби и Опенгеймера. И вот по поводу прейзить. Хвалить, восхвалять и возвеличивать. Нам правильно здесь опишут в ютуб трансляции. Приведи пример фразы. Фразы, пожалуйста. Например. Вот вы говорили в начале программы про давай поженимся, что я там снялся. И там в какой-то... Это кринж. Это кринж. Это кринж. Прозвучало это слово. Для меня это был кринж. Для меня это полный кринж. Виктор Кириш. Так вот, там в какой-то момент Гузеева начала восхвалять, прейзить. И мне один из моих коллег, которому 20 или 19, говорит, ну тебя Гузеева-то запрейзила. Я говорю, что она сделала? Для меня было открытие. То есть человек у меня моложе буквально там на полгода, на год, на два года, тебя Гузеева запрейзила. Я говорю, что он сделал? Хорошо, а Флея? Флейм. Флейм, это тоже нам пишут в ютуб трансляции. Спасибо большое. Нет, они и погуглить могут. Ну да, вас-то как раз от английского слова тоже огонь. И вот наша предыдущая трансляция, где вы на нас наступали очень активно, и здесь это слово используется для описания накаленной до предела уже интернет-дискуссии, не в сети, именно в сети. Не просто вот мы с вами там полуар. Полыхает, да. Это обычно когда спор, и он когда из конструктивного переходит в ругань. И это именно про, мы говорим про социальные сети. И это Флейм. И еще одно слово, вот я смотрел на выходных, там Барби и Оппенгеймер, они вышли наконец-то. И мы тоже поняли, да. Ты узнал, кто такой Оппенгеймер? В том числе. А как его звали? Роберт. Роберт Оппенгеймер. Смотрел. Узнал. Спасибо, да. Проверили. Ну, такое количество раз упоминался в фильме. Шит-постинг. Я консультировался с нашим юристом, это можно сказать, слово щит, ну, можно в контексте, можно его... Да, это публикация агрессивно, иронично и тролльного низкого качества. Сообщение или контента на онлайн-форумах и в социальных сетях. Шит-постинг. Это тролль низкого качества. Так что то, что вы нам пишете... Это будет шит-постер. Давайте так, мы в этой программе ставим не только то, что нам прям нравится, мы просто хотим раскрыть вот этот наш мир, вообще, что мы слушаем, нашу популярную культуру, да. То есть кто-то там пишет, у нас внуки, слушатели под 70 лет пишут, что у нас внуки 16-18 лет, чтобы вы понимали, что мы слушаем, наше поколение. На самом деле, ребята любят вудсток, а тут вынуждены ставить... Да, джаз, что... Всякое барахло, которое слушают их ровесники. Тем не менее, еще раз, как бы смысл нашего проекта «По серебрным дождем» это прежде всего знакомить вас с тем, чем живут ребята, которым сейчас около 20 лет. Да, и мы лишь представители. Потребление, любовь, там все на свете, в этом смысл. Хуже они нас, лучше, если вообще можно так сравнивать поколение, я в этом не уверен. Спасибо, что вы нам активно пишете. Ребята, еще раз, мы многие сообщения зачитываем во время YouTube Taos, их очень много, давно вообще такого не помню, но вроде плюс-минус заходят, мы немножко форматик доточим, мы не такие, 20.40, понедельник, 10 утра, серебряный дождь, Илья, Лиса и дядя Витя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова